Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди выходные, как и всегда. Желаю вам провести их замечательно, хорошо и в понедельник с хорошими настроениями, если это вообще возможно с учетом той угрозы, которая по-прежнему нависает над всей мировой экономикой. Вернуться на площадки, присоединиться к брифингу вместе со мной, продолжать разбирать ключевой фундаментальный фон, оказывающий влияние на динамику финансовых активов. Друзья, вчера мы начали транслировать позитив, подхватив те новости, которые на рынке обсуждали. Якобы, как вы помните, Китай и Великобритания близки к получению вакцины против коронавирусной инфекции. Но вот, к сожалению, последние новости, уж не знаю, верите им или нет, но я делюсь тем, что на площадках есть. Новости со ссылкой на ключевых производителей лекарств и Всемирную организацию здравоохранения, что вакцины по-прежнему нету и в ближайшее время не предвидится. Друзья, что это значит? Если это действительно так, то, к сожалению, нам снова придется работать с нежеланием трейдеров, и нас с вами рисковать, с четкой позицией того, что риск будет под давлением и защита, как и раньше, будет пользоваться спросом. Обращаю ваше внимание на последнюю статистику по тому, сколько сейчас уже заболевших. Фактически мы уже скоро будем говорить о показателе в 32 тысячи инфицированных, 638 летальных исходов. Поэтому давайте проецировать все, что есть, снова на наши традиционные идеи и активы, которыми торгуем. Brent 5510, это сейчас котировки, распродажи на рынке углеводородов продолжаются, инициатива снова перешла к продавцам. Да, они пока что снова борются за поддержку 55 долларов за баррель, хотят продавить нефтянку ниже. Но если действительно за ближайшие дни ситуация с распространением вирусной инфекции останется прежней, и нам придется говорить о том, что пиковая фаза еще не миновала, попытка протестировать этот уровень снова будет успешной, а котировки пойдут ниже. Раньше, друзья, на рынке присутствовали надежды, что действия властей Китая по сдерживанию вируса, они помогут. Также были надежды, что Народный банк Китая не дремлет и вливает в экономику триллионы юаней, чтобы поддержать те предприятия и компании, которые сейчас остро нуждаются в ликвидности, но из-за фактически закрытого рынка пока не могут ее получить. Плюс ко всему мы рассчитывали на ОПЕК, но уж точно рассчитывали те, кто хотел увидеть нефтянку растущей, что странно ближневосточного картеля прекрасно понимают, что 55 долларов за баррель – это для них порог рентабельности, сейчас будут проактивными в позиции мер для поддержания стабильности на рынке углеводородов и точно согласуют дополнительное сокращение нефтедобычи. Согласовали, друзья, последние новости, что было предложено от стран ОПЕК необходимость и целесообразность сокращения на 600 тысяч баррелей в сутки по производству. Получается, с 1 из 7 текущего ограничения эта планка расширяется диапазоном до 2,3 миллионов баррелей в сутки. Действовать соглашение будет до июня и фактически вступает в силу не когда-то там, а не замедлительно. То есть можно сказать, что страны ОПЕК приняли это решение и уже вроде бы как без каких-то допущений должны с сегодняшнего дня ставить на холд активность многих заводов. Ну, будут ли они чистоплотные в соблюдении этих обязательств – это уже другой разговор. Самое важное, друзья, рынок увидел цифру больше, чем ожидал. 500 тысяч были ожидания, 600 тысяч. Но даже это не привело к росту цен на нефть. Видимо, негатив, который накопился вокруг вообще последствий вирусной инфекции для мировой экономики и спроса на углеводороды, он тотальный. И этот негатив дальше будет топить котировки черного золота. Спрос на нефть уже снизился почти на 25% со стороны Китая. Это примерно 3,5 миллиона баррелей в сутки. Вопрос, что будет с нефтью дальше, друзья. Ну, к сожалению, я вижу горизонт для снижения и долгосрочная цель, если фон не изменится, 50 долларов за баррель. Доллар иена – 109,89. Вчера мы рассчитывали на то, что пара закрепится выше 110 и после того, как это произойдет, будем ее покупать. Не произошло. Этого, тем более, что сейчас я снова вернул вместе с вами вынужденный на рынок фактор повышенного спроса на защиту. Мы не закрепились выше 110, есть риск того, что влияние коронавирусной инфекции будет еще более разрушительным. Это спровоцирует спрос на иену и, соответственно, у пары доллар-иена будет потенциал для снижения. Но мы уже работаем с рядом рисковых инструментов и у нас есть защиту, которую мы активно покупаем – это золото. Поэтому давайте мы все-таки выйдем из пары доллар-иены и пока что оставим ее в стороне. Сегодня, друзья, очень важный день для доллара, потому что non-farm peril впереди – это данные по рынку труда. Мы ожидаем сильные цифры, особенно после последнего отчета EDP, после активности в производственном секторе SM в сфере услуг. То есть, в принципе, американская экономика динамично должна была создавать рабочие места в прошлом месяце. И сегодня мы можем увидеть это в цифрах. Поэтому, если данные не разочаруют, доллар, помимо того, что обладает защитными свойствами, получит поддержку еще и от статистики и утопит еще больше евро, британца, австралийца и новозеландца. И то же самое актуально для канадского доллара. По евро-доллару, друзья, мы ниже отметки 1.10. 1.09.81, я оставляю ориентир до конца этой недели, 1.09.50. Производственные заказы вчера разочаровали, спад на 8.7%. Только вдумайтесь в эти цифры, просто вопит от ужаса производственный сектор ведущего локомотива ЕС. Сегодня данные по промышленному производству в 10.00 по московскому времени, они, разумеется, также разочаруют. Фунт против доллара снижается не только по причине давления доллара, но и исходя из роста неопределенности касательно торговой сделки с Европейским Союзом. Все-таки ЕС, скорее всего, пересмотрит правила МИФИ-2, мы говорили об этом накануне. Также Джонсон вчера сообщил о том, что те условия, которые предлагают ЕС, неприемлемы для Англии, и рынок напугала жесткая позиция. Джонсон реально складывается ощущение, что этого года, 1020-го, будет недостаточно, чтобы страны договорились выйти на какое-то устраивающее всех торговое соглашение. Поэтому 1.28 по фунту все еще актуально. Доллар канадец 1.32.91 сегодня, друзья, цель 1.33.50, я ориентируюсь на нее, поскольку ставлю на то, что канадец будет под давлением снижения цен на нефть. К тому же сегодня выйдут данные по рынку труда Канады, которые могут подкрепить ожидания того, что канадскому регулятору также придется осмягчать монетарную политику. В 16.30 ждем статистику. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.